Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас на тест-драйве Ford Focus, новый, абсолютно новый Дали в Дженсере тачку и сказали, говори, что хочешь Спасибо им за это А значит, в чем суть? Мы изначально хотели сделать сравнительный тест-драйв Я долго из хэтчбэков С-класса И в какой-то момент мы уже хотели сравнивать его с атмосферными моторами Потому что у нас на тесте Экобус Но в последний момент мы нашли именно Ford Focus Один из подписчиков позвонил и сказал, что у него есть Ford Focus атмосферный Именно 1.6 на автоматической трансмиссии И уже тест-драйве, мы в тест-драйве В сравнителе мы будем сравнить автомобили атмосферные Именно все будут 1.6 А у нас, внимание, в тесте Ford Focus Который стоит 1 миллион 319 тысяч рублей Да, это Экобус, да, это 1.5, здесь 150 лошадей Но, тем не менее, 1.320 тысяч за автомобиль, за хэтчбэк С-класса В последнее время, конечно, творится полный зоопарк с ценами автопроизводителей Раньше просто за эти деньги можно было Кугу, по-моему, турговую купить И вообще можно было много чего замечательного купить Хотя, если мы посмотрим у суда Здесь написано новый Ford Focus От 600 тысяч рублей А внизу мелким шрифтом Специальная цена на Ford Focus в комплектации Амбиент 1.6, 85 лошадей На механике, без стекол, без дверей И там одно сидение будет Ну, это образное выражение Я говорил с одним из менеджеров Он сказал, что когда-то одну такую машину в прошлом году видели В общем, до сих пор идут слухи Настоящая будет машина или нет В общем, суть в чем Что действительно дорого Неважно, 1.3, это дорого Что касается внешности этого автомобиля То, безусловно, Ford все ищет свое, значит, какое-то такое интересное направление в дизайне Если вы помните, первый Ford Focus это была New Age, новая грань Значит, там дизайнеры уверяли, что это замечательный дизайн Второе поколение кардинально визуально отличалось от другого Третьего тоже меняется А этот у нас, обратите внимание, Aston Martin стоит Смотрится шикарно Но, к сожалению, фирменного здесь ничего не осталось Визуально, что я могу сказать Видно, что максимальная комплектация Много хрома И оконная линия, и решетка Цвет шикарный Вот цвет просто вот мне очень нравится И, ну, может было, может какие-то хромированные накладки на бампера Легкосплавные у нас колесные диски Все замечательно Давайте сейчас осмотрим этот автомобиль более подробно Если мы внимательно, детально просмотрим автомобиль То здесь видно, на самом деле, хорошее, удачное решение Ну, во-первых, у нас бампер пластиковый И все каменные сколы у нас будут отлетать от пластика В основном Здесь толстая такая резиновая защита Весь низ, все бампера у нас из некрашенного такого грубого пластика Что очень полезно И это, заранее скажу Езжу на этом автомобиле уже второй день Второй день счастья Вот И вот удобно, что парктроники срабатывают Даже когда мы приближаемся к нижней части этой губы Это скажу сейчас, потом забуду В общем, правильно сделан Низ у автомобиля И обратите внимание Также сделаны и пороги Вот это вот черный некрашенный пластик И задняя часть В общем, что касается дверей Короче, я не знаю Может передает это камера или нет Но Ну, вот этот звук Когда 600 тысяч мы говорим Это нормально Но когда миллион триста Ты вот дверью Вот так вот хлопаешь И машина вся ходит ходуном Это не очень В общем, звук будет слышен или нет Но когда мы открываем дверь Там что-то хлюпает внутри в салоне Где-то за задним бампером Ну, в общем, я думаю, это нормально Дальше, если посмотреть Очень правильно сделан Именно спойлер Чтобы не загрязнять заднее стекло Такой правильно продуманный Аэродинамический элемент Вот Ну, он визуально, конечно И делает машину симпатичной И служит Улучшает аэродинамику Я так думаю Прижимную силу Задница В отличие от передка Здесь нет вообще никакого хрома Кроме надписей И она Задние фонари Как-то смотрится не очень И она теряется на фоне переда Опять же, как с Вестой Все Все они направили вперед Что сбоку он выглядит очень скромно Что сзади То есть Самый лучший ракурс У этого автомобиля спереди А так Классический хэтчбэк На мой взгляд С-класса Он может так где-то Немножечко замылится В городском потоке Ничего примечательного В нем нет Конечно, если вы на лобовухе Напишите, что машина стоит Миллион триста Может, вы будете смотреться круче Давайте посмотрим салон А, нет Сначала посмотрим под капотом Потому что там столько Интересных вещей Открываем капот Под капотом у нас Нет газовых опор Но это уже я привык Под капотом у нас расположен Объем двигателя 1.5 С турбиной Мощностью 150 лошадей Вот они Вот вы понимаете Что малообъемный мотор С наддувом Вообще, теоретически Много ходить не будет Если он 100 тысяч пройдет Ну, это уже, мне кажется Будет Замечательно А, в принципе 16 литров Я езжу Расход по городу Мне кажется, многовато Для этого автомобиля Гарантия на автомобиль Три года Либо 100 тысяч пробега Вы понимаете, да К чему я говорю Значит, хорошо Что у нас автоматическая Трансмиссия Автомат Это гидротрансформатор Хорошо Что не робот Вот, в принципе Обычный передний привод Компоновка А так Перед Макфертом Сзади многорычажная подвеска Говорит о том Что автомобиль В принципе Будет неплохо рулиться Сейчас мы посмотрим Салон И обязательно На нем прокатимся Итак Напоминаю Напоминаю Естественно У нас Это максимальная Комплектация Электроприот Сидений По всем направлениям Оно регулируется По высоте Сейчас был Свои настройки Но руль К сожалению У нас С механическим Настройком Регулируется Он так По вылету Как По углу Наклона Какие можно Назвать Недостатки Все-таки Я думаю Что Сочетание Вот этого Пластика В принципе Он хороший Он Прогибается Не так Смотрится Убого Но вот Этот пластик Вот сочетание Вот этого Дешевого пластика Это как На одноразовом Стаканчике Вот это Оно Немножечко Неправильно Можно было бы Например Сделать его Каким-то Блестящим Вот как Вот эту часть Чтобы посмотрелось Более Премиально Поэтому я думаю Что Сама по себе Панель Сконструирована Очень правильно То есть У нас Очень удобный Руль Трехспицевый Здесь у нас Есть кнопки Очень удобно Рука ложится У нас На селектор Переключения Передач Подлокотник Все Вот все Продумано Хорошо Но вот эту Вот часть Я бы Реально Переделал Мой Ростметр 92 В над головой Место есть Вот отрегулирован Под себя Сидение Все доступно Продумано Все В идеале Но Сама Вот Дизайнерское Исполнение Вот здесь Есть Трех Информационных Панелей Так скажем То есть Вот у нас Есть центральный Дисплей У нас есть Маленький Экранчик И у нас Есть Приборная Доска Они все разные Поэтому смотрится На мой взгляд Очень оляписто В машине Стоит Топовая Акустика От Sony Ну это Лучше нет У них На фокусах Но Надо отметить Что двери Очень тяжелые И приятные И Обратите внимание На очень толстые У плотницеля То есть Шумоизоляция Здесь хорошая Скажу сразу Но опять же 16,4 литра Климат Достаточно удобно Регулировать Единственное Цифры Можно было сделать Немножечко побольше Чтобы они как-то Это табло Я бы сделал Побольше Самое неудобное В мире Ручное переключение На всех фордах Вот этот вот Плюс-минус Очень неудобно Переключать Я не понимаю Вообще как Это конечно понимают Как замена лепестков Но Плюсик наверх Минус-низ Очень неудобно Также не очень Понравились мне Вот эти вот Регулировки Под подстаканники Хотя в принципе Под один размер Если Их Выставить То проблем не будет Но так не сразу К ним привык Мне кажется Недолго они будут Вот так вот ходить Как-нибудь сломаются Так А так в целом Исполнение Достаточно Подгон деталей Достаточно качественный Давайте попробуем Сесть назад Пассажусь Сам за собой Сзади у нас идет Базовая тонировка Как-то так Даже уютнее здесь Для задних пассажиров Ничего у нас Недоступно Ни регулировка Климата Только Электростеклоподъемники И дополнительных Нет здесь Дефлекторов Обдува А сидеть Ну Места впритык Места мало Места впритык То есть На заднем сидении Неудобно На этой машине Можно было бы Как-то вот хочется Ну можно было Съесть немножечко Багажника Может быть И отодвинуть Спинки Заднего дивана Ну хотя бы На сантиметр назад Ничего страшного Бы не случилось Или может быть Наклон Вот чуть назад Было сделать А так Сами по себе Обратите внимание Такая у нас Комбинированная кожа Здесь ткань Строчка Ну это дермантин А это естественно ткань Подлокотник С подстаканниками В принципе Больше ничего интересного Здесь нет Багажник Опять же Про цену Разговорились Из Германии Сейчас из-за нынешнего курса Скупает x5 У нас Там у них Стоит x5 29 тысяч евро А если их курс Перевести на наши рубли То они покупают За 20 тысяч евро Поэтому они Германия покупает У нас Свои же автомобили Просто гениально Значит продолжаем Сколько я только Багажников Конечно не видел Но конечно же В c-класс Никогда не дойдет до того Чтобы с кнопки Хотя бы за 1 и 3 Мы могли закрывать Багажник Полка Полка у нас Полка у нас Убирается Туда Здесь у нас Такой Ковер Очень плотненький Докатка И Ну и все В принципе И набор инструментов Снизу Также Отсюда мы можем Сложить сиденья Убрать полку Вот И у нас В принципе Получится Ровный пол Вот Нет Не ровный конечно Конечно не ровный Если бы сидушки Еще убирались То был бы ровный А так Чуть-чуть наклон есть Так Ну что Давайте Пройдемся На этом Турбо чуде Ох Как громко Так Сдаем назад Кстати электропривод У нас только У водительского сидения На пассажирском Мы крутим Опять же Как раньше было На DSG Можно случайно Всегда включить Режим спорт После D Поэтому нужно Зажать При Вот этот вот Тиксатор Селектора При Моменте Когда мы Начинаем Уздвигать И отпустить Тогда он Автоматом Просто в D Уйдет И дальше Не задевает И дальше Не пойдет Спортивный режим Очень удобно И качественно Сделан Руль Руль здесь просто Действительно Приятный на ощупь Правильная форма Для больших пальцев Вот здесь вот Ужать очень приятно Очень приятный Звук поворотников Такой Ну Не 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 режет слух Хотелось бы сразу Сказать о том Что автомобиль У нас На шипованной резиной Тем не менее Даже на шипованной Я могу сказать Что Шумоизоляция Здесь хорошая Мы прекрасно видим Что это благодаря Вот этим Плотным Плотным уплотнителем На На дверях И Сама может быть Защита днищей Как-то Шумоизоляция днищей Хорошая Но действительно Неплохо Турбана Вот сейчас мы едем Мы не чувствуем Не 150 лошадей Даже не 100 лошадей Мы просто Поглаживаем Ногой педаль газа И Хотелось бы отметить Очень Очень чувствительная Она Очень прозрачная Реакция Очень упругая Удобно дозировать Что педаль газа Что тормоз Мы сейчас Тормозим Перед Лежачими Полицейскими И Можем дозировать На тормоз То есть Мы можем Сразу чувствовать Эффективное Замедление Это очень характерно Как на вагах Очень классно Может быть тормоза И не очень хорошие Но вот привод Настроен идеально Опять же Проезжаем Лежачие Очень хорошая Энергиямка Повеска Действительно Сама по себе Тележка Вот этого Автомобиля Неплохо Сконструирована Естественно Волны Мы чувствуем Как мы проезжаем Ну тут уже Колесная база Ничего с этим Не поделаешь Издержки Класса Вот уже Полгаз В пол Но все таки Автомату Автомату Конечно Хочется Немножечко Больше Больше Динамики Быстроты Мышления Сразу Перестраиваемся И на нашу взлетно-посадочную Прямую Газ в пол Слук не очень приятный Труба мотора Такой Как будто Пятицилиндровый Мотор И опять же Пробуем Замедление Чтобы Тормоза шикарные Но так они конечно Перегреются быстро Подрезки Подрезку Смену Руля То есть машина Здесь на передком Идет наружу Ну как и обычный Автомобиль Переднеприводный Здесь ничего Не поделаешь Но управляемость Очень четкая Сейчас мы еще Разгонимся Я испытаю Это в более Серьезных условиях Но все равно Вот по городу Ездить Я думаю Вот места Больше нам не надо Но вот как Городской автомобиль Ну что вот здесь Мне комфорт Я ничего не задеваю Мне места хватает Но не плохо Очень комфортно И вот сейчас зима Достаточно скользкая Не понимаю Некоторых людей Которые жалуются Вот нужен полный привод Не нужен полный привод На переднем Вполне достаточно Мы минимум скользим Вот сейчас мы попробуем Ускориться в С-режиме Вот у нас тут Каен Турбо Да Стоит Рейслоджик у нас настроен Я думаю В эту камеру Это было видно К сожалению Мы не можем Никуда его пулить Хотя А нет На липучку Не дотянете Что У нас заявлено 9.2 Да 100 Дорога Немножечко скользкая Но тем не менее Посмотрим Близки ли мы будем К реальности Ощущение перед стартом Все равно Здесь В этом месте Присутствует Каен Все хочет сорваться Так резко И не может ждать Неужели мы даже Каен не видим На таком автомобиле На холостых Чувствуется вибрация В Д Если мы Да Это не коробка Итак ВС Пробуем Система стабилизации И пошло Пошло Давай 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 12.5 Ну это с учетом Пробуксовки Конечно 12.5 до 100 А ощущение Что она валит Вы знаете Может быть Из-за того Что турбомотор И передачи длинные Но ощущение Что она просто валит Вот Ходом Конечно Надо нырить Быстрее Давай Давай Что ж ты тупишь Автомат Потупливает Конечно Туповатый Все Раслужим Нам не нужен Опять же Повторюсь Про тормоза Шикарная Попробуем В потоке Испытать Этот автомобиль Обзорность Хорошая Несмотря на то Что зеркала Маленькие Они дают Такую У нас Объемную Картинку От фокус Фокус Второй Ехал От нас Не успели Мы удогнать Вот так он просто Мален 100 5 Ну и запах У незамерзайки Это вообще Какой-то Химсостав Очень странный Ужас Рулится Очень хорошо Машина Вот если бы Сюда поставить Лошадей Мотор ТСТ Ну вообще Если бы это было ТСТ Было бы вообще Удобно Очень на нем Ездить Слушайте Мы ехали в С режиме Все равно Он тупит Может быть В ДВН будет Меньше тупить Может он думает Какую передачу Включить А к салону Нет нареканий Мы сейчас Стоим в потоке У кого-то Сабвуфер Работают Идут Вся вибрация На машину Передается Сейчас припев По-моему В том же А вот В этом попусе Пробка Пробка Когда же Ты перестанешь Уже Засаждать всех Вот Зеленый цвет Вот Чувствуете Тут даже Какая-то Пластмасска Мне кажется Вибрирует До режима Опять Впереди Впереди У нас Астра Опель Астра ГТС Очень красивый Автомобиль К сожалению Перестали Пускать Опять Давай 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 Едет Прям Едет Но звук По-моему Поприятнее Нет Руля Слушается Хорошо С учетом Того Что здесь Еще стоит Шип Тут Дороги Навымывалось Если честно Я по кругу С учетом Того Что у нас Шип На этом Автомобиле Рулится На привод Скоро Сейчас у нас Уже 16.7 Сейчас Расход Может До 20 Но я Полтора Дня Ездил На этом Автомобиле Обналил Специально Перед тем Как Забрать Звук Поворотников Шикарный Такой Приятный Но Вибрация Какая-то Есть Конечно Сейчас Она поедет Ну Тут У нас Либо 1.6 Стоит Либо 2 литра Если 2 литра Да даже Мы 2 литровую Догоним Потому что Находом Шлифуешь Ты много Ford Мне кажется Что Фокус Рулится Очень Хорошо Я конечно Вот сейчас Вот надо Сравнивать Обязательно Мы сравниваем На следующей Неделе Но Едет Хорошо Давай 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 Едь 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 Вот БМВ Тоже 4.2.8 Обычный 2-х литровый Мотор Турбированный Нет Машина Очень Нехорошая Азартная По управляемости Азартная Все портит Конечно Автомат Сюда Если бы какой-нибудь Робот Типа Какого-нибудь Диэджи Например Или Строника То Он бы Сделал Из этого Автомобиля Просто Зажигалку А сейчас К сожалению О Господи Что это был за звук Ты слышал Это у нас был звук Итак Что можно сказать На мой взгляд Бывает как Не бывает плохих машин Бывает плохая цена И поэтому Если вообще Про сам этот автомобиль Говорить Действительно Есть у нас Хорошая шумоизоляция Достаточно Продуманный Салон Именно Хорошо Собран Кстати Российская сборка Хорошо Собран Салон На заднем сидении Места не так уж и много Багажник Средний Очень хорошо Рулит Очень хорошо Тормозит Но Мне кажется Конфигурация Мотор Коробки Здесь Будет естественна Если будет здесь Какой-нибудь Обычный Двухлитровый Атмосферник Либо обычный 1.6 С таким же Кстати Мотором Мы уже будем делать Сравнительный тест Драйв С его Конкурентами Фокуса Вот этот Турбомотор 16 литров расход Мне кажется Никого не порадует Не особо Он быстро ездит Так как автомат С ним в принципе Не справляется С ним с этим мотором Поэтому я думаю Что В идеале Если бы этот автомобиль Стоил до миллиона А если мотор попроще То 1850 На автоматической Трансмиссии Конечно здесь много Различных Прибамбасов То есть Круис-контроль Машина сама Может установиться Перед препятствием К сожалению Не удалось нам Сделать такой эксперимент Но говорят Что она останавливается И вы не можете Въехать Впереди Идущий автомобиль Есть и камеры Заднего вида Везде конечно Но Но все равно На мой взгляд Все таки 1.3 дорого За автомобиль С-класса То есть Там и не становится Больше колесная баса Он не становится Шире Он не становится Выше То есть Да Поэтому В принципе Как автомобиль Неплохой Но ценник Неадекватный Поэтому все ждем Сравнительного тест-драйва И сравним Настолько ли хороша Здесь действительно Управляемость По сравнению С конкурентами Спасибо вам большое За внимание Ставьте лайки И ждем гелик На этой неделе Он будет Забыл сказать И спасибо Автосалону Дженсер За предоставленный Автомобиль Просили сказать Вот все Теперь Так и так Здравствуйте Дорогие друзья Сегодня у нас На тест-драйве Ford Focus Новый Абсолютно новый Дали в Дженсере Тачку И сказали Говори что хочешь Спасибо им за это А значит В чем суть Мы изначально Хотели сделать Сравнительный тест-драйв Я долго Из хэтчбеков С-класса И в какой-то момент Мы уже Хотели сравнивать Его С атмосферными Моторами Потому что У нас на тесте Экобус Но в последний момент Мы нашли Именно Ford Focus Один из подписчиков Позвонил И сказал Что у него есть Ford Focus Атмосферный Именно 1.6 На автоматической Трансмиссии И уже тест-драйве Мы в тест-драйве В сравнителе Мы будем сравнить Автомобили Атмосферные Именно Все будут 1.6 А у нас Внимание В тесте Ford Focus Который стоит 1 миллион 319 тысяч рублей Да Это Экобуст Да Это 1.5 Здесь 150 лошадей Но тем не менее 1.320 тысяч За автомобиль За хэтчбэк С-класса В последнее время Конечно Творится полный зоопарк С ценами Автопроизводителей Раньше просто За эти деньги Можно было Кугу По-моему Турговую Купить И вообще Можно было Много чего Замечательного Купить Хотя Если мы посмотрим Сюда Здесь написано Новый Ford Focus От 600 тысяч рублей А внизу Мелким шрифтом Специальная цена На Ford Focus В комплектации Амбиент 1.6 85 лошадей На механике Без стекол Без дверей И там одно сидение будет Ну это образное выражение Я говорил с одним из менеджеров Он сказал Что когда-то Одну такую машину В прошлом году Видели В общем До сих пор Идут слухи Настоящая будет Машина В общем Суть в чем Что действительно дорого Неважно 1.3 Это дорого Что касается Внешности этого автомобиля То безусловно Ford Все ищет Свою Значит Какую-то Такую Интересную Направление В дизайне Если вы помните Первый Ford Focus Это была New Age Новая грань Значит там Дизайнеры Уверяли Что это Замечательный дизайн Второе поколение Кардинально Визуально Отличался Другого Третьего Тоже меняется А этот у нас Обратите внимание Aston Martin Стоит Смотрится шикарно Но к сожалению Фирменного Здесь Ничего не осталось Визуально Что я могу сказать Видно что максимальная Комплектация Много хрома И оконная линия И решетка Цвет шикарный Вот цвет Просто Мне очень нравится И Ну может было Может какие-то Хромированные накладки На бампера Легкосплавные У нас колесные диски Все замечательно Давайте сейчас Осмотрим этот автомобиль Более подробно Если мы внимательно Детально Посмотрим Автомобиль То здесь Видно на самом деле Хорошее удачное решение Ну во первых У нас Бампер пластиковый И все каменные Сколы у нас Будут отлетать От пластика В основном Здесь толстая Такая резиновая защита Весь низ Все бампера У нас из некрашенного Такого грубого пластика Что очень полезно И это Заранее скажу Езжу на этом автомобиле Уже Второй день Второй день счастья Вот И вот Удобно Что парктроники Срабатывают Даже Когда мы Приближаемся К нижней части Этой губы Это я скажу Сейчас Потом Забуду В общем Правильно сделан Низ у автомобиля И Обратите внимание Также сделаны Пороги Вот это Черный Некрашенный Пластик И Задняя часть В общем Что касается Дверей Короче Я не знаю Может передает Это камера Или нет Но Вот этот звук Когда 600 тысяч Мы говорим Это нормально Но когда Миллион триста Ты вот Дверью Вот так вот Хлопаешь И машина вся Ходит ходуном Это не очень В общем Звук будет слышен Или нет Но когда мы Открываем дверь Там что-то Хлюпает Внутри В салоне Где-то за задним Бампером Ну в общем Я думаю Это нормально Дальше Если посмотреть Очень правильно Сделан Именно спойлер Чтобы не загрязнять Заднее стекло Такой Правильно Продуманный Аэродинамический Элемент Вот Ну он визуально Конечно И делает машину Симпатичной И служит Улучшает Аэродинамику Я так думаю Прижимную Силу Задница В отличие от передка Здесь нет вообще Никакого хрома Кроме надписей И она Задние фонари Как-то смотрится Не очень И она Теряется на фоне Переда Опять же Как с Вестой Все Все они направили вперед Что сбоку Он выглядит очень скромно Что сзади То есть Самый лучший Ракурс У этого Автомобиля Спереди А так Классический Хэтчбэк На мой взгляд С-класса Он может Так где-то Немножечко Замылит В городском потоке Ничего Примечательного В нем Нет Конечно Если вы на лобовых Не напишите Что машина стоит Миллион триста Может вы будете Смотреться круче Давайте посмотрим Салон А нет Сначала посмотрим Под капотом Потому что там Столько интересных вещей Открываем капот Под капотом У нас Нет газовых опор Но это уже я привык Под капотом У нас расположен Объем Двигателя 1.5 С турбиной Мощностью 150 лошадей Вот они Вот вы понимаете Что Малообъемный мотор С наддувом Вообще Теоретически Много ходить не будет Если он 100 тысяч пройдет Ну это уже Мне кажется Будет Замечательно А в принципе 16 литров Я езжу Расход по городу Мне кажется Моговато Для этого автомобиля Гарантия на автомобиль Три года Либо 100 тысяч пробега Вы понимаете Да К чему я говорю Значит Хорошо Что у нас автоматическая Трансмиссия Автомат Это гидротрансформатор Хорошо Что не робот Вот В принципе Обычная переднеприводная Компоновка А так Перед Макперсом Сзади Многорычажная подвеска Говорит о том Что автомобиль В принципе Будет Неплохо рулиться Сейчас мы посмотрим Салон И обязательно На нем Прокатимся Итак Напоминаю Что Естественно У нас Это максимальная Комплектация Электропривосидений По всем направлениям Оно регулируется По высоте Сейчас Был свои настройки Но руль К сожалению У нас С механическим Настройками Регулируется Он так По углу По углу Наклона Какие можно Назвать Недостатки Все таки Я думаю Что Сочетание Вот этого Пластика В принципе Он хороший Он Прогибается Не так Смотрится Убого Но вот Этот пластик Вот сочетание Вот этого Дешевого пластика Это как На одноразовом Стаканчике Вот это Оно немножечко Неправильно Можно было бы Например Сделать его Каким-то Блестящим Вот как Вот эта часть Чтобы посмотрелось Более Премиально Поэтому я думаю Что Сама по себе Панель Сконструирована Очень правильно То есть У нас Очень удобный Руль Трехспицевый Здесь у нас Есть кнопки Очень удобно Рука ложится У нас на селектор Переключения Передачи Подлокотник Все Вот все Продумано Хорошо Но вот эту вот Часть Я бы Реально Переделал Мой 90 метров 92 В надголовое Место есть Вот отрегулируем Под себя Сидение Все доступно Продумано Все в идеале Но Сама вот Дизайнерское Исполнение Вот здесь Есть Трех Информационных Панелей Так скажем То есть Вот у нас Есть центральный Дисплей У нас Есть маленький Экранчик И у нас Есть Приборная Доска Они все разные Поэтому Смотрится На мой взгляд Очень оляписто В машине Стоит Топовая Акустика От Sony Но это Лучше нет У них На фокусах Но Надо отметить Что двери Очень тяжелые И приятные И Обратите внимание На очень толстые Уплотнители То есть Шумоизоляция Здесь хорошая Скажу сразу Но Опять же 16,4 литра Климат Достаточно Удобно Регулировать Единственное Цифры Можно было Сделать Немножечко Побольше Чтобы они Как-то Это табло Я бы сделал Побольше Самое Неудобное В мире Ручное Переключение На всех Фордах Вот этот Вот Плюс Минус Очень Неудобно Переключать Я не понимаю Вообще Как Это конечно Понимают Как замена Лепестков Но Плюсик Наверх Минус Низ Очень Неудобно Также Не очень Понравились Мне вот Эти Вот